здравствуйте мои дорогие друзья я очень рада что вы нашли минуточку заглянуть ко мне на кухню сегодня я бы хотела поделиться с вами рецептом очень старым рецептом это немецкий рецепт который передавался из поколения в поколение я помню этот рецепт еще с детства его готовила моя мама это дамфнудль без аукраут по-русски я бы сказала это паровые галушки с тушеной квашеной капустой сегодня мне понадобится вода мука соль дрожжи лук квашеная капуста и растительное масло на пол литра теплой воды сейчас пост поэтому я делаю не на молоке а на воде я возьму одну ложку сахара это чтобы лучше дрожжи заиграли и 40 это 42 грамма примерно 40 грамм скажу так вот сырых дрожжей добавлю сюда немного муки сделаю опару теперь накрою поставлю в теплое место и подожду пока опара хорошо поднимется в объеме и буду замешать тесто пока опара подходит я поставлю тушиться капусту потому что капуста тушится очень долго примерно полтора-два часа на очень медленном огне сюда я наливаю примерно 100 миллилитров масла килограмм капусты квашеной и сюда же приблизительно 200 грамм лука репчатого солить я ничего не буду потому что квашеная капуста соленая залью примерно 200 миллилитров воды сюда когда все закипит я перемешаю поставлю на минимальный огонь и буду периодически посматривать может быть иногда помешивать совсем не обязательно просто не прокараульте когда вы кипит вода когда вода вот тогда нужно будет уже чаще мешать и тушить капусту до готовности но это я вам еще сейчас покажу смотрите капуста уже хорошо закипела сейчас я все перемешаю здесь достаточно жидкости поэтому я сейчас убавлю огонь разровняла его так все ровненько убавляю на самый маленький огонек на самую низкую температуру и в таком виде буду тушить капусту пока не выкипит вода если вы боитесь что там пригорит или еще что то можете иногда заглядывать иногда помешивать я не буду я буду теперь ждать когда вода выкипит только тогда уже начну ее мешать и тушить до готовности увидимся с вами когда вы кипит вода я хочу один раз помешать и посмотреть сколько там воды потому что если у вас быстро выкипает вода здесь еще достаточно воды тогда водичку надо добавлять еще по чуть-чуть там миллилитров по стула 150 надо еще немножечко подлить будет хотя пока подливать не будут примерно капусту надо тушить больше часа это самое мало а потом будем еще тушить просто в масли пока капуста тушится у меня очень хорошо подошла опара я буду замешивать тесто сюда я добавлю теперь в опару примерно 50 миллилитров растительного масла по солю и приступлю к замесу теперь нужно хорошо вымешивать тесто надо смотри на галушки паровые тесто не должно быть очень жидким оно должно быть примерно такой консистенции как на хлеб тесто я вымешала сейчас я его сюда и дам ему выстаиваться когда она хорошо подойдет когда мы ему подобьем и будем раскатывать я посмотрела вода уже выкипела но капуста еще сыроватая еще хрустит поэтому знаете я добавлю еще 200 миллилитров водички сюда и оставлю еще тушится водичка уже практически вся второй раз выкипела да теперь можно ее тушить если вам показалось что масло маловато можете немножко добавить масло я наверно чуть-чуть добавлю ну в грамм прям примерно двадцать пять-тридцать вот теперь надо периодически помешивать капусту чтобы она не поджарилась и подгорела снизу и будет тушить до такого красивого желтоватого оттенка сейчас она немножко прозрачной кажется потом у нее будет такой красивый желтоватый цвет капуста уже практически готова смотрите она такая стала мягкая на вкусе попробовала тоже очень вкусная нигде не подгорела не прижарилась видите потому что я ее периодически помешивала я думаю я могу ее выключать и вот теперь в конце я наливаю 50 миллилитров воды сюда выключаю плиту накрываю больше мы ничего не делаем тесто уже тоже подошло сейчас я подготовлю куда я буду вложить галушки чтобы они расстоялись маслицем хорошо помажу бумагу буду выкладывать тесто смотрите подошло тесто хорошо беру часть теста и раскатываю вот в такую колбаску мне нужны примерно вот такие вот кусочки они еще подойдут будут достаточно такие пышные большие теперь я их вот сюда на листик буду выкладывать не выкладывайте рядышком потому что мы им дадим немножко расстояться вот примерно на таком расстоянии сейчас я все тесто раскатаю разложу и дам минут 15 им расстояться потом будем готовить дальше галушки я раскатала и как я уже сказала минут на 15 оставлю их растаиваться накрою чтобы они не подсыхали тесто расстоялось я включу плиту и вот сюда я сейчас налью надо емкость брать побольше чтобы было сюда я налью водички 200 миллилитров будет достаточно и подожду пока она закипит вода закипела я чуть-чуть ее посолю вот совсем немножко потому что вода все равно выкипит и начну наши галушки дамф нобель укладывать туда они очень хорошо подошли поэтому я их тесто я только один раз растаивала поэтому сейчас я могу еще раз вот так сформировать здесь растительное масло я подготовила обмакиваю растительное масло и укладываю на донышко то же самое проделываю с другим близко не ложите потому что они очень-очень сильно поднимутся вот так я укладываю первый ряд сейчас я покажу как я буду укладывать второй ряд вот так хорошо обмакивайте масло надо убавить огонь на самый минимальный сейчас очень активно кипит вода вот так все галушечки я наложу остатки масла сюда же налью накрываю крышкой и теперь на самом-самом-самом маленьком огне настолько сколько вы можете сделать на самую низкую температуру не открывая крышку ни в коем случае они должны приготовиться вам надо нужно просто прислушиваться когда выкипит вода и на масле начнут они внизу поджариваться вот дайте им чуть-чуть поджариться ну примерно там минутки минуток пять еще как после выкипания воды и тогда только можно будет выключать вот у меня здесь видите маленькая дырочка здесь может выходить пар я сейчас обязательно ее чем-нибудь прикрою наверное бумажным полотенцем или чем-нибудь еще раз не открывайте крышку до полного выкипания воды прошло приблизительно 25-30 минут если вы слышите сейчас я выключаю плиту что галушки они снизу жарятся у меня была закрыта тяжелой крышкой потому что чтобы пар не приподнимал крышку это очень важно если у вас легкая крышка то наверх вам нужно поставить какой-нибудь груз ну у меня штурдли извините дамф нудль готов поэтому теперь я очень аккуратно открою крышку совсем 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 чуть-чуть вот так не больше чтобы вышел пар полностью должен пар выйти могу еще немножко приоткрыть если вы резко откроете крышку то тесто может местами немножечко чуть-чуть как припасть пасти такое быть не очень пышно не очень красивого вида вот примерно так все теперь полностью открываем видите они очень очень пышные большие получились сейчас я их выложу на блюдо полностью по одному они очень горячие сейчас я один разломаю покажу смотрите насколько они пышные ой горячие видите вот такие они должны у вас получиться очень конечно тяжело сейчас будет мне достать но это надо сделать я сейчас сейчас их все вытащу и потом покажу вам как поджарились нижние дамф нудль или паровые галушки готовы я вам показала какие они пышные вот такие снизу зажаристые эти поверьте мне улетят в первую очередь у вас с тарелок и подаются они с капустой вот такое замечательное блюдо немецкой кухни я сегодня приготовила это очень вкусно попробуйте пожалуйста сделать вам очень понравится если вам понравился этот рецепт подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите ваши комментарии я буду рада с вами встретиться еще раз вам желаю приятного аппетита до новых встреч пока